Хей, друзья мои, всем привет! Как у вас делишки? Сегодня я для вас подготовила одну небольшую постройку, о которой вы меня очень-очень давно просили, и я решила, что нужно наконец-то ею заняться. Сразу скажу, что постройка небольшая, и то, что вы сейчас видите, вот это вот огромное здание, которое я строю... Нет-нет, ни в коем случае мы не будем с вами целое здание обустраивать, хотя... Было бы прикольно, наверное, обустроить все здание, как вы думаете? В общем, сегодня мы с вами будем строить квартиру Шерлока Холмса. Вы очень давно просили ее построить, и я решила, что нужно попробовать. На самом деле, квартира вроде как простая, но затем я увидела некоторые трудности, о которых я вам сейчас расскажу. И давайте начнем с самого-самого начала. Первое, это, конечно, нужно было выбрать место, где нужно построить квартиру. И понятное дело, что, учитывая, что у нас вот таких вот прям городков, которые вот прям подойдут по стилю не так уж много в Sims 4, я решила остановить свой выбор на Бридчестере. Ну, согласитесь, этот городок подходит просто идеально. И затем я столкнулась с первой проблемой. Знаете, с какой? Размер. Размер лота. Самое смешное, что у нас там нет достаточно больших размеров вот этих вот участков, которые нам нужны. Нет, конечно, у нас есть 20 на 30 в самом университете, но мне же нужно не в университете строить, мне нужно строить в городке. А в городке у нас участки только 20 на 15 и вот этот вот 20 на 20. Ну, ладно. Я решила, что пусть будет вот этот вот участок. Да, у нас есть еще один участок, я сейчас вспомнила. Участок с библиотекой. Но он там тоже нам не особо подойдет, потому что, в принципе, этот домик должен, знаете, ну, быть, грубо говоря, наравне с остальными. То есть он не должен прямо вот так вот в центре стоять и выделяться, сказала Даша, построив этот участок, точнее этот домик рядом с водой, возле воды. И, получается, он тоже будет выделяться. Но, мне кажется, сейчас он будет выделяться чуточку меньше. В общем, я решила построить прямо само здание и решила выбрать квартиру, то есть этаж, где у нас будет квартира. Насколько я помню по сериалу, я сейчас отталкивалась от современного сериала, который выходит, по-моему, от BBC. Если я не ошибаюсь, я же такой, я же такой ошибальщик. Я могу ошибаться. В общем, я отталкивалась от этого сериала. Я надеюсь, что в ближайшем будущем выйдет очередной сезон. Очень сильно жду. Я помню, что мы с Олегом, по-моему, за пару дней посмотрели все сезоны, точнее пересмотрели. Поэтому, конечно же, ждешь, когда выйдет новый сезон. Кстати, как вам вот этот вот Шерлок? Вам, в принципе, нравится этот сериал? Или вам больше нравится что-то из предыдущих вариантов? Может быть, вы, в принципе, сериалы-фильмы по Шерлоку не смотрели? Или вообще вам больше книга нравится? В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше нравится из произведений. Но я пока что буду про квартиру рассказывать. Еще одна трудность, с которой я столкнулась, это, ну, раз у нас маленький участок, то нужно как-то вот в этот маленький участок впихнуть эту самую квартиру. И я сидела, крутила схему, крутила и так, крутила и сяк. И понимала, что мне буквально пару клеточек не хватает, по-моему, для кухни. Одной клеточки для кухни. Ну, вот, в принципе, для спальни я поняла, что мне достаточно клеточек. В итоге, кстати, я вам хочу сказать, что мне, в принципе, понравилось то, что получилось. Я понимаю, что внешне есть отличия. То есть, понятное дело, что это Sims 4, я строила без допов. Как обычно, я строю без допов, но стараюсь строить без допов. Поэтому я использую то, что у нас есть в игре, но мне кажется, что получилось более-менее похоже. И следующая трудность, с которой я столкнулась. Я вообще не помню, как выглядела ванная комната и спальня в сериале. Вот, вообще, не помню, по-моему, ее даже не показывали. Или если показывали, то как-то мельком. Я даже вбила в гугле, там, Sherlock's apartment, inside, bedroom, просто bedroom. Нет, кухня есть. Причем я вот эти вот стенки добавила в кухню. Ну, вот, мне просто показалось, что там была такая ниша. Но как так, как так, как так? Так как мы с вами не можем строить ниши пока что в Sims 4, то я решила так симпровизировать. Кстати, советую вам досмотреть ролик до конца, потому что у меня будет достаточно необычный обзор этой квартиры. Недавно под одним из роликов, по-моему, по-моему, если я не ошибаюсь, постройкой там, где мы под водой вот эту вот лабораторию, центр строили. Там я решила попробовать... Точнее, нет, я там не решила попробовать. Я вам показывала обзор, ну, классический. А мне предложили попробовать обзор от первого лица. Вы же знаете, что в Sims 4 мы можем ходить от первого лица. И я решила попробовать. Я до конца не знаю, понравился мне такой обзор или нет. Вы сейчас вместе со мной попутешествуйте. То есть мы с глаз Сима зайдем в эту квартиру. Честно говоря, вид от первого лица в Sims 4 мне не очень нравится. Я не могу сказать, что он какой-то ужасно отвратительный, но не очень нравится. Но надеюсь, что вы мне напишите, что мне в нем не нравится. В общем, тут еще одна была небольшая проблемка с вот этой вот дверью, которая ведет из кухни. Я, честно говоря, так и не поняла. Это из кухни, как бы мы должны попасть с вами, ну, вот в эту вот прихожую. Или мы сразу к лестнице попадаем. Вот этот момент у меня тоже немножко выпал из головы. И опять-таки на схемах, ну, не все было, конечно, показано. Но я уже решила немножко поимпровизировать. Поэтому, ребят, буду очень вам благодарна, если вы подскажете, где у меня какая была ошибка. Ну, я это переделаю, просто потом добавлю, конечно же, в галерею. И опять-таки, так как я не видела ни ванную комнату в интернете, не в спальню. Я тоже немножко симпровизировала. Я примерно подобрала предметы, которые, ну, вроде как должны смотреться. Поэтому сейчас вы все это, конечно, все увидите. Все-все. Как-то, конечно, получается масло-маслое, но в любом случае мне было интересно. Кстати, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть, может быть, из какого-нибудь сериала. Из мультсериалов вы мне очень много всяких интересных идей подкинули. И я думаю, что я потихонечку буду ими заниматься. Если вы не в курсе, у меня недавно, ну, относительно недавно была постройка из сериала, мультсериала «Симпсоны». И ребята там набросали огромное количество из мультиков всяких построек. Может быть, у вас есть какие-то еще пожелания по мультикам. Вы можете либо туда добавить, либо если там есть уже, ну, запрос, который вас интересует, то вы можете просто его лайкнуть. И тот запрос, который соберет больше всего лайков, просто я займусь им в ближайшее время. Я поняла, что мне очень действительно нравятся такие вот постройки, тем более, что квартиры, это действительно очень круто. Я, в принципе, хочу как-нибудь какой-нибудь райончик такой вот английский застроить. Ой, знаете, столько планов, столько всяких интересных идей крутится в голове. Но ты, как обычно, их записываешь и как-то они, знаете, откладываются, откладываются. Либо потом ты забываешь вообще, что ты что-то себе писал. Вот напишите в комментариях, у вас тоже есть такая проблема или нет. Что вы что-то планируете построить или там, не знаю, сделать, а потом оно как-то вылетает из головы. Вот, между прочим, мне вчера недавно, ну, вчера, относительно недавно в ТикТоке попался ролик по Ривердейлу. Вдруг мне ТикТок решил рекомендовать видео по Ривердейлу. Я решила, что было бы прикольно целый вот такой вот городок застроить, а-ля Ривердейл. И, может быть, также создать персонажей и что-нибудь такое вот отыграть. Ну да ладно, вот она наша квартира. Это, знаете, так вот мысли вслух, планы вслух. Хотя я с вами, как обычно, делюсь, мы с вами отправляемся на экскурсию. Ну, вот такое у нас получилось здание. Сейчас мы с вами от первого лица отправляемся на экскурсию. Первый раз я такое устраиваю. Поэтому, ребят, я понимаю, что могут быть какие-то косяки. Мне не очень нравится игра от первого лица, честно вам скажу. Она как-то, знаете, ну вот слишком нас туда-сюда качает. Хотя я надеюсь, что вас не укачает. Меня вроде бы не укачало, когда я записывала. Мы с вами поднимаемся. Насколько я помню, на втором этаже была квартира Шерлока. На третьем, по-моему, подождите, по-моему, был третий этаж, если я не ошибаюсь. Но я надеюсь, что вы меня исправите, опять-таки. Значит, здесь у нас гостиная. Очень много книжных полок было. Я их постаралась как-то вписать здесь. Учитывая, что здесь у нас небольшая такая вот комната. И, кстати, она проходима. То есть, как видите, мы сейчас прям от лица персонажа можем вот тут камин зажечь. Потому что он, бедняга, замерз. У нас, по-моему, зима на улице. Можно немножко погреться. И теперь мы с вами проходим на кухню. Кухня здесь была со стеклянными такими окошками. Можно было бы, конечно, их добавить. Но тогда у нас вообще места было бы крайне мало. Здесь у нас кухня. Небольшая. В центре стоит стол. Кстати, вот там, где стоит сейчас шкафчик, там была еще одна поверхность, где как раз стояла микроволновка. Но я бы с таким вот расположением, к сожалению, не смогла бы добавить микроволновку. Но там был еще один столик. То есть, нам бы надо было углубить немножко на клеточку. Но она мне так, мне кажется, симпатично смотрелась. Здесь у нас такая вот, грубо говоря, кладовая, из которой можно... Ну, это не кладовая, понятно, я надеюсь, что это маленький такой вот холл. Здесь у нас находится ванная. Я решила добавить... Здрасте, можно в зеркало ручкой помахать. Я добавила здесь вот такую вот небольшую шторку. И отсюда мы можем сразу попасть в спальню. Как я вам сказала, спальня моя импровизированная. Я добавила такой небольшой гардероб. Вот видите, бедняга мерзнет. Есть кровать, есть комод, есть зеркало. Есть еще один такой вот небольшой письменный стол. Может быть, там, чтобы книжки почитать. Ну и, в принципе, понятное дело, что еще один книжный шкаф. Чтобы у Шерлока было мало книг, ну вы что? В общем, вот такая вот получается квартирка, ребят. Мне было очень интересно попробовать ее построить. Я надеюсь, что она вам понравилась. Вы можете ее либо вписать, например, в Сан-Мишуна, или можете сами как-то переделать, если у вас есть какие-то другие идеи по поводу этой квартиры. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Хорошего вам всем добра... Настроения... Хорошего всем добра. Хорошего вам всем настроения, добра, позитива. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok